ребята всем привет сегодня значит о чем хочу рассказать срезали сегодня от мамки рассаду клубники то есть подставляли под материнский куст это происходило у нас в теплице сегодня получается у нас после того как подставили ровно 10 дней какой результат мы сделали за 10 дней сейчас быстренько каратенечко расскажу что делал как делал и какой результат мы получили увидим то есть 10 дней кто знает ростовскую область жара в тени 40 но сегодня какой-то дождик прошел 2 миллиметрика так напугал нас и пылечку толком не прибил дождь идет как на раскаленную сковородку значит результат давайте покажем сейчас ребятам значит что делали как делали значит пленка две строчки 49 кассета режется вот так по две полоски и ставится четко между кустов четко между кустов и усик тот который достает до кассетки набили торф торф значит у нас синий типа обогащенный плюс немножко в районе 15 процентов перлит и в районе где-то примерно 5-7 процентов биогумус для того чтобы легче было влагу держать в кассетке значит вот такой результат сейчас показываю он усы растут уже вот такое плетение за 10 дней усики растут корневая развилась хорошо нормально вот такой вот результат братва 10 дней давай еще какой-нибудь достанем покажем ну плюс минус везде результат одинаковый я ее попроливал сейчас потому что от мамки отсоединили от начала тургор немножко пропадать из-за этого пролил значит вот так вот нсд сорт ауджи забыл сказать что за сорт то есть что мы делали после того как подставили пришпилили их скрепками разгибали скрепочки чтобы кассета стояла посередине нашего бугорочка не заваливалась момент пролива пришпиливали скрепками то есть процесс этот занял у нас почти полтора дня ну здесь в районе где-то 1300 1200 растений значит вот это то что сделали до обеда это сделали то что после обеда вот о чем я говорю иди сюда после того как обрезали от мамки тургор немножко листа пропал но что мы делаем покажи сюда же у нас в теплице во второй пол значит бетонная плита делаем как наливной стол потому что кассетка была подсушена очень-очень хорошо для того чтобы с нею было легче работать потом и таким мотором убираем рейки после того как кассетка промочилась хорошо весь лишний наше от раствор вот сейчас отсюда уйдет и тем самым чтобы ее не переувлажнять очень сильно то есть вот такие вот момент вот так вот сейчас это все сбегает и я потом опять речку подкладываю на место иди сюда значит после того как тыкнули на второй день был пролив такими препаратами как культимар подойди ближе культимар из расчета 20 грамм на 10 литров воды и сюда же добавил до исишки двоечка 13-40-13 культимар и фосфор в связке работают очень хорошо значит потом прошло буквально пара дней обработал по листу обработка по листу была вот такими препаратами brentax triple это микруха плюс магний и компания льгоби герхумин работается по листу 8 грамм на 10 литров воды исключительный тоже корнеобразователь после чего это прошло у нас три или четыре дня мы ее хорошенечко хорошенечко подсушили то есть у нас на протяжении этих 10 дней было всего-навсего 4 пролива хороших 4 пролива то есть от пролива до следующего пролива кассета высыхала практически полностью оставалось там влажности но может процентов 40 50 а то может и того меньше и вот эти качели влага сухость влага сухость развивает очень хорошую корневую потом значит 3 либо 3 до 3 пролив делали мы таким препаратом как асприм p20 это мы давали в корень 10 грамм на 10 литров воды и в баковой смеси вместе вот с таким препаратом фитофорд плюс работает очень исключительно при высокой температуре ну соответственно при жаре и при более-менее пониженных температурах тоже вот связка калий фосфор в идеальном соотношении и в очень хорошей доступной форме это был пролив ну и потом последняя значит обработка по листу у нас производилась асприм p20 тоже по листу но так коротенько быстренько вот такой результат рассада шикардос огонь готова к высадке уже можно было ее высаживать наверное еще вчера позавчера то есть полных 10 дней понятно что сравнивать выращивание от рассады под туманом и на материнском кусту это две абсолютно разные вещи этот способ самый наилегчайший самый на и быстрейший если вы это делаете в закрытом в закрытом грунте невзирая на погоды так что вот так коротенько вот такой вот информейшин ребята всем здоровья всем больших урожаев до свидания